приветствую вас в 72 вышивальных буднях и вторая работа которая у меня продвигалась это наборчик от мп-студии вот так выглядит превьюшечка ты достойна самого лучшего nv554 и что у меня здесь изменилось я до вышивала полностью зайку белым цветом и даже ее отбекала как видите на ушках пока что бэк очень и очень смешной ну что поделать ушек пока что нет лапка тоже одна не закончена в другой она держит ленточку довольно и счастливая вот так что наборчик еще в процессе он тоже достаточно легкий и простой но я вот ира его вышивала когда ира еще была здесь а сейчас я по ней скучаю потому что ира уехала но она вернется вот и больше ничего не делала то есть тогда в воскресенье или субботу мы встречались и повышевала ее конкретно эту зайку остались ушки осталось в принципе достаточно много если так посмотреть потому что нужны ушки еще цветочки винишка первый бокал уже выпит ну и сама надпись по поводу надписи я еще раз думаю буду ли я делать надпись на русском языке потому что очень хочется сделать на английском потому что язык более такой интернациональный и более понятно будет вот иногда я думаю что я хочу подарить эту зайку иногда я думаю что она обязательно должна остаться у меня иногда я думаю что мне нужно вышить еще одну такую но на зеленом кресле вот такие у меня сумбурные мысли по поводу нее но работа очень классная работа новая свежая как видите в последнее время почему-то вышиваю то что купила в этом же году вот к вопросу о запасах да зачем они нам нужны если мы их не очень то и вышиваем ну постараюсь исправиться в следующем видео постараюсь взять какой-нибудь наборчик старушку и продвинуть его потому что ну что они лежат и на меня глядят как говорится а я вам желаю хорошего настроения теплого весеннего чаю кофе вкусняшечек как видите осень вступает свои права поэтому травка больше не зеленеет а а деревья потихонечку прожелтевают особенно вот здесь в парке вот ну некоторые из них наверное пораньше начали да а некоторые еще очень даже держится я вам скажу смотрите как вечно зеленая прям постоят подольше порадует глаз но золотая осень это тоже прекрасная пора таки достала я свой сэмплерок от жанет дуглас называется он винтаж stars и как видите мне осталось в принципе много и немного заполнить правый и левый угол но я начала здесь такой достаточно сложный для меня как оказалось элемент то есть вот эти были как-то попроще а вот тот там много единичек нужно считать и поэтому он у меня не пошел я его забросила немножко и лето было тра тата а сейчас собираюсь к нему вернуться тут еще будут буквы еще вот эти значки нужно позаполнять в общем я вам превьюшечку вставлю чтобы вы не имели представление если вдруг не знаете что это за сэмплерочек такой вот он у меня вышивается абсолютным подбором цветов я честно говоря вот сэмплерочек нашла а пока что пакет с нитками к нему не нашла вот ну посмотрим будем искать потихонечку по чуть-чуточку сэмплерочек шикарный вышивается на линде 27 каунта я красила сама чаем и кофе вот здесь был оригинал вот такая белая канвушечка а моя по итогу вот такая бежевенькая симпатичная цвет может быть не то чтобы супер передается не всегда идеально но что поделать может быть когда-нибудь на фотографиях и увидите вот если вы вышиваете тоже сэмплерочки какие-нибудь то покидайте мне пожалуйста название интересно посмотреть я почему-то уже давно не видела сэмплеров на ютюбе вышивальные ну может быть потому что я не смотрю тех кто вышивает только сэмплеры но раньше как-то у девочек больше мне кажется проскакивала а возможно это мое просто представление так что если вы сам что-нибудь сэмплерная тоже думаете вышивайте расскажите мне пожалуйста мне тоже будет интересно а я не знаю возможно попробую еще раз ковырнуть этот элемент а если не пойдет то буду зашивать звездочки посерединке и все будет шикарно вот люси она смотрела всяких фильмов и решила немножко попробовать поработать в торговом центре а конкретно в кафешке вот так что идем это мы сейчас с вами форме находимся тут у нас монстерки по левой стороне но мы с вами топаем в косту к сожалению уже примерно 8 вечера так что кофе я не попью без кофейного кофе я у них не видела вот поэтому буду заказывать чайок при беру себе выберу вот этот диванчик симпатичненький черненький и буду пить кофа и придумать всякие штуки дрюки шо я маю вам сказаты если не хочется чего-то делать то заставить себя очень сложно даже если ты в красивом месте приятно сидишь и вообще но чуть-чуть удалось поработать все таки бася говорит вам все приветики и отвернулась от камеры потому что мы уже целый день не гладили смотрите какая мордочка недовольная зазюленька я тут с работы вернулась а баска ждала меня честно скажи ждешь ее ждешь никакого результата но потом она приходит она всегда возвращается а у нас тут между делом осень осеннеет все больше и больше листья желтеют а я собираюсь просто залезть под одеялко и делать ничего возможно повышеваю но хотелось бы просто позалипать какие-нибудь глупые сериалы и немножко отдохнуть среда отдел такое сложное я тут встала в 11 часов утра субботы и девчонки мне сразу написали снимать видео давай снимать видео вот я к вам и пришла по-быстрому немножко расскажу что тут происходит бася обожает вышивку конечно это все ее собственность чем возможно она нам не покажет крестики секундочку хоть наверное будет немножко удобнее значит я вышиваю семплер от дженет дуглас и я вышла весь вот этот оранжевый элемент чуть-чуть коричневой серединке и пошла на буквы м н и его там вот сверху алфавит у меня тоже в принципе пошел по поводу алфавита я думаю выделить несколько своих букв скажем так каким-то другим особенным цветом а все остальное вышиваю таким миксом у меня здесь идет голубой зеленый и кирпичный цвет и мне в принципе пока что нравится возможно на другой половине будет немножко другая цветопередача в смысле какие-то другие цвета подберу ну посмотрим также я вышла вот здесь посерединке этот темно зеленый цвет но я не знаю насколько он сюда подходит то есть есть немножко подозрение вот так особенно если издалека смотреть что он слишком темный что ли для этой картинки ой мы потеряли фокус вот ну посмотрим если сильно не понравится то просто его распорю так что продвигается картинка это я так на прошлых выходных хорошо посидела потому что на неделе особо и не было времени для крестиков хотя уже и работы стал поменьше но все равно как-то что-то не сложилось вот но осень продвигается идет дальше так что я надеюсь что будем смотреть за крестиками надо еще небольшой порядок навести в моих кусочках видео потому что я смотрю что я то прощаюсь с вами посередине видео то здороваюсь в конце ну в общем надо немножко упорядочить это все так что пошла я сначала в душ потом за салом потом наверное сделаю пару крестиков и возможно пойдем с ирой гулять наверно крестики перед салом ну в общем вы мои планы поняли желаю вам хорошего настроения приятного дня и вообще девчонки если у вас хорошее настроение постарайтесь поддержать его как можно дольше потому что это немного легче чем из плохого вылазить в хорошее ну посмотрите что тут творится с утра пораньше ну какая же это красотища у нас туда солнышко встает на дворе 7 30 я еще немножко хриплым голосом бегу на работу прям голосом и бегу все так и надо на ваших экранах и рубрика покупочки садоводные у нас тут планируются новые цветочки на балкон наконец-то я их купила еще вот такие фиолетовые вот будем с вами пересаживать что еще купила яйца домашние сливки вот тут очень плохо видно и яблочки вот так что немножко диетическая конечно покупки но самое главное же это цветочки а там еще за цветочками вот там снизу немножко есть чего-чего сало сало купила или тоже купила не знаю понравится ли но посмотрим будем потихонечку разгребаться ой пойдем цветочки сажать девчонки я все хотела обновить свою цветочную лавочку на балконе но там совсем уже было не очень смысле выбора не было абсолютно каких-то уличных цветов на рынке ну и я не часто туда хожу поэтому вот так а сегодня нашла вот такие астры фиолетовые красивущие и вот эту белую неизвестную хрень если вы знаете как она называется расскажите мне пожалуйста возможно я загуглю и тоже вам подпишу батька конечно тут сейчас будет тоже участвовать в распаковке она у меня всегда первый заинтересованный если ее жопки еще не было в пакете это просто из вежливости потому что она заметила что я снимаю а так то конечно она сейчас запакуйте полностью скажи да не надгрызенные цветы не считаются нашими насмотрелась я в беларуси у мамы на лазанью и мы с ребятами решили приготовить даже специальные макароны купили вот эти пластами и чаек у нас естественно тут котеечка в общем все как надо вышивка даже немножко присутствует но по-моему я так ничего особо и не вышла в тот день зато семью она погладила смотрите какой сладкий зойка собственно говоря готовая лазанья вот так сейчас набирается она получилась очень вкусная мне прям все понравилось ребята сказали что им тоже понравилось но готовила я так что возможно они просто очень вежливые катаны и так готовили мы все вместе если что просто рецепт был моей мамы я так долго собиралась пойти погулять по солнечному гданьску что начался дождь представляете у вас такое бывает ну какова же несправедливость я понимаю я могла выйти раньше ну и дождь мог вообще не пойти сегодня например правда же эх байска не изменяет своим традициям а я просто радуюсь тому что я купила вот эту тарелочку в дырочке вот эту штучку специальную вчера специально за ней ездила очень долго думала где вообще ее купить как это называется по-польски в итоге пересмотрела все нашла сначала целые так сказать заставы то есть нельзя было купить просто вот эту тарелочку нужно было покупать за одной целую трубу снизу и я была такая блин ну все я теперь останусь с дыркой потому что там очень некрасивая дырка такая пластик уже развалился старый но в итоге оказалось что она продается в строительном я нашла ее потратила минут 40 и потом оказалось что в больших ошанах она тоже продается так что если вдруг вы в польше и вам понадобится вот эта штучка то знаете что она продается в леруа мерлен и ваша не как она называется я вам все еще не скажу потому что не помню а вообще-то я пришла с тренировки и купила немножко продуктов вот у меня тут сухие завтраки потом хлебушек купила потому что предыдущий уже был не очень молоко куда же без него естественно и мне очень нравится помидоры сейчас продаются в польше называется бавовое сердце напишу вам по-русски как-то называется они вот такой не очень обычной формы вот так выглядит вот шикарные очень вкусные мне очень нравится я их вот нашла в петре павле и теперь все время покупаю и что у меня тут еще из вкусняшечек а купил один огурец потому что всего один был более-менее шитомны скажем так потому что остальные уже совсем сильно умирали ну и этот я вам скажу тоже вот для того чтобы съесть прям сегодня вот сейчас буду монтировать видео и как раз покушаю ну и конечно суровка с бурачков суровка это у нас тут ну буряки вот сразу потертый очень удобно можно сложить и закинуть в тарелку смысле что не надо их там не варить ничего это все будем сейчас наверное с басей тут потихонечку готовить ужин ну и монтировать видео я видела что ваши просьбы что вы хотели чтобы видео было подольше подлиннее но крестики пока не сильно вышиваются мы посмотрим будем снимать если что просто влоги вот такого типа что вот что купила чтобы приготовила и так далее надеюсь вам понравится наведу здесь небольшой порядочек видео тоже пришлось наводить порядочке потому что сначала его смонтировала а потом вставила в серединку много кусочков так что все картинки пришлось немножко перенести но это уже детали мелочи в принципе пережить можно всегда я также достала из холодильника господи я сегодня не помню ни одного русского слова шампиньоны три штучки помою их а что мы на самом деле готовим мы готовим сегодня макароны с тунцом возможно мы можем назвать их спагетти но не знаю потому что рецепт у меня немножко своеобразный мне кажется и для начала я порежу шампиньоны и закину их на сковородку потом к ним добавлю вот эти помидорки которые вы видели уже рядышком лежат с нами и сварю отдельно макароны потом все вместе перемешаю в сковородке и будет вот такая вкуснота вот что еще вам рассказать интересненького ходила я значится сегодня на тренировку и я записалась на занятия как обычно у нас можно записываться через приложение за двое суток до занятий но я сделал это в последний момент я посмотрела что я на резервной листе в резервном списке номер десять ну думаю ладно такая погода никто не придет а оказалось что дождя нет и все приперлись и в общем нас было 30 человек даже больше мне кажется и тренер по списку огласила всех кто остается то есть первые 20 человек там буквально три девочки из основного списка не пришли она взяла из добавочного но для меня очередь так и не дошла странно вообще откуда столько людей уже летний сезон закончился мне казалось что люди перестанут ходить а такое ощущение что людей стало только больше почему непонятно возможно всем скучно возможно в шесть-семь вечера уже темно и особо не о чем заняться и кроме как лежать сериалы смотреть или там книжку читать и люди стараются как-то поднять себе настроение спорта кстати говоря расскажите ходите ли вы в спортзал если у вас какие-то супер цели или просто для поддержания формы я хожу просто для удовольствия я не делаю никакие силовые тренировки я в основном хожу для того чтобы иметь возможность кушать побольше сладостей ну и мне обычно после тренировки лучше спится что тоже немаловажно я считаю в моем возрасте скажем так но если я иду не на занятия а просто в спортзал и вижу что там много людей то я провожу там не больше 20 минут делаю такую минимальную интенсивную тренировочку просто чтобы скинуть напряжение перестать думать о работе например и бегу домой потому что не люблю когда многовато людей у меня какой-то постковидный синдром наверное не хочу смотреть на людей показываю что творится на плите значит слева мы будем макарошки готовить и у меня там уже костка бульонная а справа как видите грибочки и помидорки что у нас по макарошкам сегодня цельнозерновые спагетти как-то купила и не люблю цельнозерновые что долго варится ну что ж раз есть дома будем варить ну и пока я готовлю ужин обычно все выглядит вот так бася ждет в коробочке терпеливо потому что рядом со столиком да она вот такая ласковая добрая сладкая девочка у нас да такая рыбка ну диван естественно у меня тут с пледом и книжкой ноутбук который вечно заряжается вышивка как вы видите тоже присутствует ее хотелось бы немножко переоформить в том плане что нужна подушка которая будет поровне эта подушка ребристая и поэтому вышивка тоже немножко пошла ребром тут у нас мэгги в планах в больших-больших планах и вот такое уютное место ждет нашего ужина осталось совсем немножечко тунец мне сегодня консервированный вот такой купила тоже в петр и павле он мне единственный нравится он в оливковом масле вот показываю вам снимаю честно говоря наугад так что увидите странные части меня я никогда не думала что это к сбоку и сзади выгляжу загадочным в общем я там сливаю макарошки за кадром и сейчас буду добавлять их в сковородку включу плиту и немножко прожарю все это вместе чтобы но впиталась и перевернулась и вообще стало вкусным и вкусным в общем мое приготовление ужина это ни разу не рецепт если кому-то сильно будет интересно я смогу вам написать его в комментариях мне кажется а так я просто хотела провести с вами немножко времени поболтать обо всем и ни о чем я думаю что суккуленты с правой стороны вы уже видели раньше я их как-то чаще показывала ну а остальную небольшую часть кухни можете пронаблюдать сейчас цветочек который находится сверху он к сожалению немножко засох потому что я забываю каждый раз что он стоит на батарее батарея да находится сверху вот такая конструкция и когда включает батарею он каждый раз засыхает бедняжка потому что ему слишком жарко надо будет его переставить наконец-то спасти скажем так тем временем я перемешиваю все на сковородочке чтобы она была вкуснючая и изначально у меня был маленький огонь но сейчас я его увеличу для того чтобы она прям хрустела и хрумстела если вы вместо обычных макарон или цельнозерновых возьмете яичную лапшу то она действительно поджарится и будет хрустеть но это такой более калорийный вариант ну как говорится на любителя да кто-то худеет кто-то толстеет толстеть говорят тоже очень сложно у меня несколько подружек пробовали пытались и некоторые успешно и сказали что толстеть сложно потому что нужно именно впихивать в себя большее количество еды чем тебе хочется и это непросто также я добавляю перец сколько не скажу сколько высыпалось столько и добавляю и добавляю орегано и всякие такие итальянские приправушки для того чтобы было еще более вкуснюча вообще пока снимала эти кусочки снова думала о том что я хочу вышивать и уже даже у девочек вчера спрашивала в инстаграме потому что хочется все вышивать одновременно хочется и хэллоуин и осенние сюжеты вроде уже и зимняя пора начинать некоторые игрушки так точно на несколько тысяч крестиков потому что за пять минут я все это не вышью однозначно но что делать не знаю у меня дилемма есть ощущение что хочется вышивать все одновременно старое и новое и прям из-за этого какой-то пространственный разброс мыслей случается и не вышивается ничего не знаю бывает у вас так или нет возможно это какая-то вышивальная хандра я даже грешным делом задумалась о том чтобы может быть сделать какую-то вышивальную рулетку но я не уверена что я вообще подхожу для рулеток потому что я сам выбор делаю не я ну вот наш ужин готов бася тут у нас уже телебонькается рядышком сейчас придет и будет проситься бася кушает тоже тунец поэтому ей все интересно но я и даю только ту часть которая без соуса вы тут я уже капнула соусом поэтому нужно осторожненько выбирать для нее только то что она будет кушать да все передавать девчонкам привет войси пугалась все пугался мой кот хорошая девочка бася возле еды становится самым ласковым в мире котенки она самая добрая самая милая самая пушистая самая непритязательная да но вообще для котов очень важно кушать вместе так что если что балуйте иногда своих котов для них это проявление дружбы покушать вместе последний раз когда бася так нюхала свечки она себе немножко опалила усы и они стали кучерявыми всем доброго денечка времени суток что у вас там происходит не знаю а я пришла к вам с итогами недели двух недель я уж и не знаю сколько времени прошло просто пришла с итогами так у нас тут с вами ты достойна самого лучшего это наборчик от mp studio и здесь вышелось относительно немного я вышла вот эту вазочку которую еле еле видно и цветочки рядом по моему да на вазочке должен быть еще бэкстич которого сейчас нет и немножко по моему здесь полукристиком повышевала и вот тут что-то красное у меня а бокальчик вина будет тоже повышевала что я здесь меняла из зеленого цвета я выбрал ниточку с переходами от dmc для того чтобы хоть немножко была видна какая-то разница потому что оригинальная ниточка на одноцветно-зеленая и темно-зеленый цвет это я взяла темно-зеленый шелк для того чтобы сделать бэкстич вот такой немножко по интереснее и ну позеленее скажем так вот по моему еще здесь добавилась баночка да и больше ничего не добавилось то есть я немножко поработала над крестиками совсем чуть-чуть работа это у меня продвинулась ну что ж как говорится маленький результат это тоже результат работа вообще небольшая несложная я думаю что здесь всего крестиков тысяч пять максимум ну я потихонечку с ней ползу потому что стараюсь процессы которая начала раньше тоже хоть по чуть-чуть но продвигать за прошлогодний еще не взялась но я уже так сказать на добрым пути вот рассказываю вам и понимаю что вторая работу которую я вышивала интенсивно и которая закончилась это был сэмплю рочек и я совершенно забыла его погладить в этом-то и был прикол я для этого специально вставляла чайник хотела сказать включала что я включала утюг но работа не глажина так что сейчас я к вам с ней вернусь и снова здравствуйте вернулась я к вам с нашим сэмпли рочком готова моя красота а еще как сфокусируется так вообще будет красота так почему настало темно в работе участвовало 9 цветов и 8084 крестика в общей сложности у меня получилось чуть чуть меньше потому что как я вам и говорила вот в этих местах и вот здесь по моему должны были быть еще какие-то одиночные крестики я их делать не стала просто потому что это тяжело сложно неудобно мне такое не очень нравится я считаю что от отсутствия одиночных крестиков работа нисколько совершенно ни разу не потеряла что еще вам рассказать про эту работу принесла я сантиметр чтобы мы ее померили вышивала по моему я ее больше года мне кажется я начала прошлой осенью возможно даже немножко раньше ну и как вы видите процесса у меня примерно сто пятьсот так что я вышивала ее достаточно долго 27 сантиметров грубо говоря на пусть конечно кто так меряет на 29 то есть по сути почти 30 на 30 практически квадрат скажем так про эту работу я думала что она у меня будет в подушку но сейчас я не уверена именно из-за того что ткань я красила чаем и кофе как это будет держаться в практике я не знаю если знаете то пожалуйста конечно подскажите я всегда рада вашим комментариям и вашей помощи в размерах это 145 на 156 крестиков изначально автор планировал что будет вышиваться на 35 каунте или 36 но я не такая я взяла линду 27 каунта и она практически я думаю не изменилась если говорить про каунт потому что крестики достаточно крупные сейчас я вот думаю как вам красиво поднести вышивку и при этом не спалить ее в свечках потому что я как вы знаете большой специалист и могу разное всякое давайте мы свечку наверное все-таки переставим и покажем вам крестики немножко поближе вот прекрасная работа мне очень нравится результат честно вам скажу мне кажется что этот сэмплер даже хорошо подошел бы для того чтобы где-то в офисе висеть официально так все серьезно потому что он достаточно суровый конечно естественно я добавила тут цветов всяких разных и получилось очень красиво весело задорно и немножко кричаще мне кажется не всем понравится любителям сэмплеров но для меня получился результат шикарный я очень довольна если говорить про буквы то я выделила здесь самое главное это люся естественно потом имя фамилия и тут вот есть у меня одна такая мать и у нее есть всякие буквы в имени и я ее тоже решила выделить выделяла кстати говоря цветом от оксаны спасибо тебе большое и да приветики передаю мне оксана прислала ниточки с переходами всякие разные и вот я взяла оттуда красный и просто выбрала цвет который именно кусочек ниточки который был потемнее потому что слишком светлые здесь конечно вы не осмотрелись то есть вот это все это одна ниточка просто она с переходами что еще рассказать вам про этот сэмплер даже не знаю я делала как видите разметку без разметки я теряюсь есть разметка и часто теряюсь и распускаю и потом считаю заново а уж без разметки этого я не знаю чтобы я делала разметка кстати говоря получилось очень даже красиво как и краешек я сделала такой цветной забавный и вот разметка по-моему тоже клевая она прям даже смотрится как-то хорошо что ли иногда мне кажется что можно было бы и с ней оставить но скорее всего буду распускать что вот по поводу оформления ничего я не знаю потому что там по размерам конечно это не совсем квадрат и красиво было бы именно сэмплера в мне нравится в рамах например достаточно широких но как там будет неизвестно на данном этапе я просто рада что я закончила хотя бы одну работу ира поздравь меня с финишем ира мне все время говорит ты уже столько всего начала когда ты будешь хоть что-нибудь финишировать ну вот у меня и случился финиш я надеюсь вы тоже за меня очень-очень рады буду ли я вышивать сэмплеры в дальнейшем думаю да буду ли я в ближайшем времени это делать мне кажется нет почему потому что очень много есть наборчиков которые мне подарили которые сама себе купила который хочется прям сильно вышивать но я думаю над тем чтобы взять какую-нибудь минималистичную картинку в общем я честно говоря в раздумьях потому что с одной стороны именно вот размер этой работы привлекает то есть она выглядит неплохо именно потому что она большая если бы это был какой-то кусочек поменьше он так здорово бы не выглядел или бы вышивался намного сложнее потому что в маленький квадратик впихнуть не впи да вы меня понимаете намного сложнее вот с другой стороны мне тянет очень сильно сейчас на какие-то маленькие работы потому что видно хотя бы финишную прямую видно где конец потому что ну вот такой еще большой сэмплер это на еще целый год затянется а хотелось бы все таки вернуть в строй по чуть-чуть понемножечку мэги рукодельницу потому что ира уже скоро меня сгрызет вот такие у меня новости я надеюсь у вас там все хорошо котики я надеюсь что вы держитесь я надеюсь что вы стараетесь несмотря ни на что и я надеюсь что вы не запрещаете себе радоваться мелочам и вообще всему чему угодно и поддерживать свое настроение как только можно и нельзя я скажу вам так у меня сейчас немного странный период в жизни и в общем я тоже очень сильно ставлю на то чтобы поддерживать свое хорошее настроение я стараюсь смотреть побольше каких-то интересных веселых смешных передач проводить время с легкими приятными людьми куда-то ездить узнавать что-то новое просто потому что я понимаю что если не я то никто моем ментальном здоровье больше не позаботиться поэтому я надеюсь что вы тоже там действительно прилагайте усилия к тому чтобы чувствовать себя хорошо я надеюсь все у нас будет с вами прекрасно мы возможно подумаем с вами про марафон 50 крестиков опять потому что магии надо вышивать я думаю что это было бы отличное возвращение для магии рукодельницы 50 крестиков было бы просто чудесно вот планируются новые видео мы думаем даже вместе с Ирой видео сделать так что если у вас есть вопросики конечно присылайте часть вопросиков я уже собрала под предыдущим видео за что вам большое большое спасибо вообще большое спасибо всем кто вообще хоть как-то реагирует на мои видео хорошо или плохо иногда мне пишут очень странные комментарии иногда откровенно неприятные ну что ж в любом случае это вызвало у людей реакцию а значит все не зря хорошего вам настроения осенней приятной погоды все у нас будет прекрасно до скорых встреч дорогие котики люблю вас пока пока пока